Привет, друзья! Вы смотрите телеканал Точка Отрыва. Это программа Практика с Бодюком. Пять упражнений долголетия, как правильно подобрать обувь и что делать, если вы офисный работник. Сегодня в нашей программе. Не пропустите! Леонид Михайлович, какая погода, а сегодня? Нам повезло. Нам сильно повезло. Мы в это время не в офисе. Хотя сейчас в связи с ситуацией мэр Москвы сказал 30, а сейчас сегодня уже слышу 50% на удаленку. Но дома еще меньше люди двигаются. В офисе ты хотя бы бегаешь за кофе, покурить, там где-то на обед. А дома ты сел, у тебя маршрут, холодильник, жена ругается, чтобы ты не курил, ты не выходишь даже покурить. Кофейни все закрыты. Катастрофа. Что делать офисным парням и девушкам, офисным работникам? Это же проблема из проблем. Это мировое страдание. У офисных работников становится все больше, а жизнь у них становится все хуже. И по вполне понятным причинам, потому что раньше они хотя бы писали и перекладывали бумажки, а сейчас они не отрываются от экрана и от клавиатуры. То есть фиксация при офисной работе тела стала еще больше, чем всегда была. Кассирша в супермаркете уже находится в относительно приличных условиях по сравнению с человеком, который работает за компьютером. Она хотя бы товары перекладывает, да, поворачивается туда-сюда. Крутится, просит там поменять мелочевочку. Правильно, да? Да. То есть основная проблема офисного работника – то, что он очень длинные периоды времени находится в фиксированном положении. Это вызывает свой ряд последствий, с которыми необходимо бороться, иначе раньше или позже они дадут о себе знать не лучшим образом. И в первую очередь нужно понять, если ты работаешь в офисе, какие тенденции нехорошего развития событий ты у себя наблюдаешь. Их два разных класса. Первый класс – это сердечно-сосудистые, вегетативные расстройства, которые начинают вылезать. И другой класс – это боли, скованность, да, то есть опорно-двигательный аппарат. Они требуют, в общем, несколько разного подхода. И если с первым классом проблем бороться относительно просто, то есть достаточно просто встать и походить, достаточно часто, регулярно, да, поставив будильник себе на компьютер и придумав предлог, если у тебя за спиной сидит начальник, то с проблемами опорно-двигательного аппарата, как правило, приходится думать более прицельно, потому что они бывают очень разные. Но нужно при этом понять, что у них есть и общая черта – из-за длительного статичного напряжения развиваются дистонические процессы. То есть какие-то мышцы падают по тонусу, какие-то уходят в тонус, а какие-то, да, а с какого-то момента они уходят в гипертонус и сокращаются, и превращаются в спазмы, и дают болевые синдромы. Да, 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 конечно. А если у нас какой-то, вот скажем так, общий рецепт, понятно, что каждый человек, каждый офисный сотрудник несчастен по-своему, но какие-то общие рецепты, которые подойдут буквально всем. Можно так сказать, да, есть очень простые принципы, то, что если вы обнаруживаете, что у вас, например, начинает болеть сзади шея, да, то это значит, что там мышцы уходят в спазм, что у них нарушается обмен и нарушается тонус. И вам нужно делать довольно простые вещи, значит, если вы поняли, что у вас болит шея сзади, то в первую очередь этим мышцам нужно дать сократиться, то есть вы должны разогнуть шею еще больше. Но не просто так закинуть голову назад, да, а с поддержкой руками затылка, с опорой руками на затылок, с сопротивлением дать этим мышцам напрячься и сократиться. После того, как вы дали им сократиться, им гораздо легче снизить свой тонус, и вы им помогаете удлиниться. То есть по этому же принципу все остальные, я правильно понимаю? Да, да, практически все строится на этом простом принципе, любые офисные упражнения, которые вам понадобятся. И после чего вы стараетесь обеспечить им хоть какое-то время пребывания в расслабленном состоянии. Полежать в офисе, например, если не вам? Ну, не обязательно, но посмотреть в потолок. Ну и подарок. Побливать в потолок. Да, да, буквально, буквально. Если вы смотрите старые американские фильмы, то там можно видеть практически в любом фильме, если это дело происходит в офисе. Кто-то подходит к офисному сотруднику, и первым делом, что этот сотрудник делает? Он закидывает руки за голову, ноги на стол, разгибается. Их в свое время учили это делать, буквально, насколько я понимаю, в школе, потому что это делали все в любом фильме. То есть каждый американец знал, что так надо поступать. Нам рассказывали, что это потому, что американцы плохо воспитаны. Я помню, когда я учился в школе, нам говорили, о, смотри, ноги на столе, руки за головой, а к нему учительница подошла. Ты должен встать в лучшем случае по стойке смертной. Нам это объясняли, что они плохо воспитаны. Они были как раз отлично воспитаны. Вот так вот. Стоило прожить 50 лет, чтобы узнать сегодня такую вещь. Отлично. Хорошо, что еще для офиса? Значит, соответственно, если человек занят офисной работой, ему нужно заботиться об общем мышечном тонусе. Это уже вне офиса, безусловно, происходит. То есть добирать физические нагрузки обязательно? Он должен обязательно добирать физические нагрузки. В простейшем случае идти пешком на работу, хоть какой-то участок пути. Это очень тяжело запустить, но потом человек привыкает. И достаточно хотя бы 15-20 минут интенсивно идти, это уже меняет физическую кондицию. Офисный работник должен заниматься всеми теми занятиями, о которых мы говорили, и которые касаются общего физического развития. Иначе у него будут просто провалы в физике, которые будут нарастать достаточно быстро. И в результате. Да. Леонид Михайлович, вопрос у меня назрел. Вот прямо вот в этом парке, вот за спиной у нас есть там помещение, я там периодически провожу со своими друзьями, есть такая в Москве программа «Московское долголетие». Она, в принципе, честно говоря, больше нигде ее такую программу не видел. Ей привлекает много инструкторов, учителей, преподавателей. И очень много сейчас стало людей, скажем так, 60+, которые активно развернулись в сторону не спорта, именно физической культуры. Но у этих людей, у большинства из них, у абсолютного большинства, нет такого бэкграунда спортивного. То есть, я сразу видно, вот если на площадочке, вот там вот я нахожусь, я знаю этот парк очень хорошо, там есть несколько мужчин такого 60+, в прекрасной форме. Видно, что у них прекрасно, там у одного боксерское прошлое, видно, как он двигается, у одного легкоатлетическое, видно, как он бегает, очень пружинистый шаг. Какие советы, есть ли какой-то, скажем так, набор, золотой набор для людей 60+, которые хотят поддерживать себя в очень высоком жизненном тонусе? Потому что речь же не идет о спортивных каких-то, просто жизненный тонус, возможность функционировать, не быть обузой своим детям, внукам, нести домой радость, а не проблемы. Что вы расскажете нам? Для людей, уже переваливших за некоторый возрастной предел, очень сложно заниматься физическими занятиями, если у них нет хорошего бэкграунда. Очень трудно начать. Поэтому в первую очередь, я всегда говорю, занимайтесь как можно меньше. То есть, необходимо в первую очередь добиться регулярности занятий, иначе все равно ничего не произойдет. Начать регулярно заниматься. Я обычно предлагаю то, что если вы не знаете, что делать, сделайте 10 приседаний. Но делайте их хотя бы 3 раза в неделю. Если вы наладили этот режим, то дальше вы сможете прибавлять что-то. По чуть-чуть, скажем так, нанизывать практику. Потому что совершенно незаметно накапливается утомление, и происходит прекращение занятий у людей. Вроде бы они занимаются немного, но тем не менее, без привычки, незаметно для них накапливается утомление, которое вызывает срыв занятий. Самое главное, их не прекратить. Что вы будете при этом делать, почти не имеет значения. Главное, чтобы вы не перегрузились. Но если вы вышли на регулярные занятия, дальше, конечно, имеет смысл подбирать упражнения, которые будут соответствовать вашим проблемам. И, имея в виду возрастные проблемы, можно попытаться опереться на уже, можно сказать, классический комплект. Там 5 упражнений долголетия, которым уже скоро будет 100 лет. А кто их придумал по тебе? Их придумал некий англичанин. Это, безусловно, фантазия на тему. Им написана такая художественная книжка, небольшая. Это все как бы тайная тибетская школа. Тогда в Англии это было очень модно. Всякое такое таинственно-тибетское. Он явным образом под это и подстроился. Первая попытка его была неудачная. Публикация была, книжка была издана, никакой популярности не пользовалась. Но он оказался человеком настойчивым. Он ее переиздал после войны. В 50-е годы внезапно произошел взлет. И до сих пор существуют школы, в которых отработаны именно эти упражнения, которые их пропагандируют, продвигают и обучают. Вы считаете их эффективными? Я считаю, что это вполне удачный комплект. И по довольно простым причинам. Если проанализировать, какие проблемы общие встречаются у людей с какого-то возрастного периода, то легко сообразить, что мы видим. Мы видим укороченный шаг. Мы видим скованный корпус. Мы видим неразгибающуюся спину фиксированную, провалившуюся шею, выпавший живот. Вот некоторый комплект тонических нарушений. Традиционный набор. Набор, да. Традиционный возрастной набор. Так вот, если присмотреться к этим пяти упражнениям долголетия, они выстроены как раз как система противодействия этому набору. К сожалению, они, в общем, такие максималистские. Они требуют уже приличной физической формы. Но к ним легко подобрать подводящие упражнения, облегченные шаг за шагом продвигаться в сторону выполнения именно полных, полноразмерных этих пяти упражнений. Леонид Михайлович, у меня вот вопрос. У меня много занимается... У меня самая старшая ученица, ей 83 года. Да. Она до прихода ко мне на занятия перенесла несколько операций на сердце. Вот мы сейчас-то общаемся, она меня поражает своим живым умом. То есть полное ощущение, что ты говоришь со сверстником. И она очень много внимания уделяет именно вот, когда она пришла. Вот ноги-ноги, шаркающая походка, вот это же. Мы очень много внимания уделяли ногам. И вот сейчас она ходит, мне все говорят, она ходит на пружинке. Вот как на пружиночке. Я, возвращаясь к этой теме, я хотел у вас спросить, вот насколько важно правильно вот подбор обуви. Вот, например, для меня это целая история была с подбором обуви. Я знаю, что вы специалист в этом направлении. Что вы порекомендуете? Вот правильная, неправильная обувь или вообще значения не имеет? Леонид Михайлович, у меня вот вопрос. Честно говоря, когда ко мне люди приходят на тренировки, первое, что я делаю, я прошу пройтись, а потом присесть и встать. И после этого мне, у меня человек, в основном все понятно. То есть ходьба. Вот ходьбы нормально нет. Не то, что у детей нет. То плоскостопие, то ступни завалены внутрь, то вот просто со спины ставишь человека, говоришь, чтобы он шел. Я смотрю, как сношена обувь, даже иногда ходить не надо. Просто говорю, разверните обувь, посмотрите. Посмотрите, как сношена обувь. У людей не выставлена походка. Ходьба. Да, конечно. Ходьба. Есть ли какие-то упражнения, которые корректируют, которыми в домашних условиях можно... Потому что вот если сейчас наши зрители просто возьмут свою обувь дома, кроссовочки любимые, перевернутые, и посмотрят, где у них больше сношено, где нет, вот любое это искажение, оно сначала дает на голеностоп, потом на колено, на поясницу, и дальше вы все сами знаете. Поэтому есть ли какие-то упражнения именно для корректировки неправильной походки, которые можно делать сами? В большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с неправильной походкой, это почти у всех, к сожалению, да, на сегодня это плоско-вальгусная стопа. То, что обычно называют просто плоскостопием, это не совсем так. Чистая плоскостопия гораздо реже встречается, встречается плоско-вальгусная стопа, которая отведена наружу и при этом несколько провалена. Именно с этой задачей, как правило, нужно систематично заниматься, потому что встречается она, начиная с младенцев, и дальше, чем дальше, тем хуже. То есть, чем раньше мы определим у ребенка эту проблему, потому что я наблюдаю ее просто у детей, прям 4-5 лет я уже не знаю. Да, конечно. Такой вот возраст, что меня удивляет. У маленьких детей, начиная с момента, когда они начинают ходить, и примерно до школьного возраста зачастую меняется сильная конфигурация ног. И бывает, что и вальгусная установка тоже проходит, но у многих она сохраняется. Сейчас пропагандируются такие программы, что якобы не волнуйтесь, родители, все у ваших детей пройдет. У некоторых пройдет, у многих не пройдет. То есть, этим надо заниматься? Этим лучше начинать заниматься тогда, когда это выявляется, и контролировать ситуацию. Значит, в отношении этих плоско-валюсных стоп нужно понять, что это, как ни странно, в первую очередь торсионные изменения. Это изменение положения голеностопного сустава относительно подошвы, самое существенное. А это значит, что это неправильное положение колена, это неправильное положение тазобедренного сустава. То есть, заниматься этими плоско-валюсными стопами, грубо говоря, нужно, начиная с тазобедренных суставов. А скажите, пожалуйста, разве это возможно делать самому? Вполне возможно, потому что просто нужно выстроить нормальную синхронизацию в работе суставов стопы, колена и тазобедренного сустава. И я по этому поводу предлагаю комплект именно торсионных упражнений на скручивание, которые направлены на восстановление баланса торсионных напряжений в ногах. А скажите, пожалуйста, вот эта вся реклама с обувью какой-то специально, потому что я помню, у меня даже была обувь такая типа МБТ, знаете, для стабилизации. Честно говоря, они мне не особо зашли, хотя некоторые мои знакомые носят ее постоянно и очень довольны. Да. Может, честно говоря, у меня просто не хватило терпения. Что вы скажете по поводу этой специальной обуви? Она имеет смысл в тех случаях, когда есть блокады голеностопного сустава, потому что компенсирует перегрузку сустава стопы и уходит боли. Но это довольно редкий случай, кому реально она нужна, именно МБТ. То есть не все, наверное, знают, что это такое. Это обувь, у которой подошва выполнена в виде качалки. То есть такой как бы дугой она перекатывается с пятки на носок, без остановки, нет плоского места. И этим берет на себя работу, которая нормально выполняет голеностопный сустав. Реально это нужно мало кому. Бывает такое, что нужно. Но в общем случае нужна просто хорошая обувь, потому что обувь создает массу нарушений ходьбы. Что значит просто хорошая обувь? И это проблема. Знаете, есть такая вибромт подошва, вот эти у меня с многопальщиками. Такие, что пальцы, как ниндзи. Файфингерс. Что, да, файфингерс, да. Сталкиваемся с ней. Да, конечно. Ваше мнение по поводу него. Это первая в современной истории попытка сделать обувь, которая соответствует форме ноги. Достаточно успешная. Это так называемая минималистская обувь, в которой сохранена нормальная форма стопы и убрана амортизация, какая бы то ни было, там тонкая мягкая подошва. Ну, фактически как босиком ходишь. Да, это просто защита босой ноги. Ну, по большому счету, я мне, честно говоря, только когда путешествовал себе две пары, я потом после программы вам покажу. Вот обувь, я невероятно с возрастом только понимаешь, насколько важно хорошо подобранная обувь. Но скажите, пожалуйста, вот обувь комфортная и обувь правильная, это же тоже могут быть разные вещи? Нет, это одно и то же. Одно и то же. То есть обувь, прежде всего, должна быть комфортной? Конечно. А вот некоторые там африканские племенаны, они бегают, даже босиком в марафоны бегают, ничего с ними не случается? Случается. Что? Идея о том, чтобы босиком жить хорошо, является ошибочной. И, конечно, давно выполнена на больших массивах исследования, которые показывают, что босая стопа, держатся примерно до возраста 25 лет, после чего деградирует. То есть это все легенды? Это легенды. Можно подробнее говорить об их происхождении. Есть конкретные статьи, из которых это все следует, как бы, но они содержат ошибки. Как ни странно, человек должен быть в обуви, и это для человека нормально. Вы знаете, я с вами соглашусь, мы снимали несколько программ для нашего дорогого канала. Я снимал одного очень известного мастера каратэ из Японии, и потом обратил внимание, что у них у всех, многие практически, вот, ступня, она другая, она настолько, поскольку они босиком, в основное время на деревянном полу проводят, особенно у каратистов, то ступня деформирована настолько, что они даже нормально ходить не могут. Вот в нашем понимании, нормально. Меня это сильно удивило, она не живая, как бы, она прилегает на плотно, они делают кучу этих упражнений, но вот ступня, она какая-то, она приобретает другую форму. Честно говоря, меня это так немножечко, я бы не хотел такую ногу. Я к своим привык. Это понятно. Стопа вообще сложная организация, которая, в частности, требует работы адаптации. Для того, чтобы стопа оставалась здоровой, ей нужно выполнять регулярно работу адаптации. Поэтому бегуны, профессиональные бегуны, во всяком случае, бегают огромное количество кроссов. Нужна работа по рельефу, работа стопы на плоском полу, монотонном, может вызывать нарушение просто самой стопе. Вы нам сейчас объясните, как правильно протестировать, посмотреть, как правильно подобрать обувь и как понять, что, например, у моего ребенка уже какие-то сложности есть, потому что не у всех есть возможность бежать к дорогостоящим специалистам, обращаться к кому-то, чтобы подобрали обувь. Вы сможете нам сейчас это объяснить? Конечно. Братцы, за что обожаю свою работу? Каждый раз узнаешь что-то новое. У нас в гостях был Леонид Михайлович Зельдин, большой специалист по правильной физкультуре. С вами был Сергей Бадюк. Вы смотрели телеканал «Точка отрыва». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова